Президент России Владимир Путин на Большой декабрьской пресс-конференции сказал, что России нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Он отметил, что условиями для ускорения темпов роста экономики являются изменения ее структуры и, конечно же, инновации. А кто будет разрабатывать и внедрять в производство технологические новинки? Надежда прежде всего на российских ученых, в том числе и на научную молодежь. Многие, если не все молодые ученые, начинали свой путь в науку с участия в исследовательской деятельности еще в школьных стенах. Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции Эврика, муниципальный этап которого прошел в нашем районе, помогает открывать юные таланты и вовлекать их в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники и культуры. Ребята представили на суд жюри конкурса проекты как в области гуманитарных и социально-экономических, так и естественно-научных дисциплин. Александр Корж из 28-й школы для своей работы о развитии черепичного дела в 20-м веке на Кубани собрал образцы черепицы в своей станице. Нам удалось собрать 18 образцов дореволюционного производства и 4 образца советского. Два из них принадлежат местным производителям, братьям Петрохалка, имеющим заводы в станице Анастасиевской и Троицкой. Еще один участник конкурса Алексей Кононов подготовил для защиты проект школьного виртуального музея. В научно-практической конференции он участвует уже в третий раз. И с каждым разом ему это делать все интереснее. Этот конкурс очень полезен для меня, так как он расширяет мой кругозор. И самое главное, как мне кажется, это дает опыт как раз-таки в выступлениях перед людьми, в создании самих рефератов. И вообще, мне кажется, это огромный плюс к моей будущей профессии. Для Екатерины Диденко, которая увлекается биологией и экологией, конкурс «Эврика» дает отличные возможности для развития. На конкурсе я показываю себя, смотрю, какие участники из других школ, как они готовятся, как они подготовлены, какие у них работы, очень интересные темы. Смотрю для себя, ищу что-то новое. Научные доклады конкурсантов оцениваются с точки зрения знания фактического материала и терминов, логичности и самостоятельности, умения пользоваться иллюстрациями и отвечать на вопросы. Кроме того, берутся в расчет перспективность работы и возможность ее практического применения. Развитие навыков проектной, научно-аналитической работы, умения творчески использовать полученные знания – все это очень поможет участникам конкурса в будущем. И в институтах, в университетах есть же научное общество, поэтому таким детям легко продвигать себя по жизни. И потом именно такие дети чаще всего идут в науку и работают в науке. У нас многие дети попадают в Сириус, в Сочи, попадают в Москву на конкурс Вернадского, поэтому, я думаю, за такими детьми будущее. Призеры и победители муниципального этапа пройдут на зональной, а в случае успешного выступления и там – на региональный этап конкурса «Эврика». Славянские юные исследователи не раз уже добивались отличных результатов, пожелаем им и сейчас новых побед. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».